Хоба, привет, с вами доктор Влад, у нас плюс один градус, солнышко, очень хорошо, и комментарии. Но прежде чем комментарии, вот у меня тут с правой стороны очень интересно. Ну, с правой стороны у меня здесь висит лента, да? Чему люди вишли за Стерненко? А кто такое Стерненко? Интересно, и вообще у меня тут сплошное, сплошная Украина с правой стороны. Агонии Шария, санкции против Медведчука, ужас, Верок Стерненко, Таня Сладкий для Украины. Надо же скоро язык выучить. Ну, и что, водолейка у нас, ну, конечно, водолейка. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, потребовала от провайдеров заблокировать в Украине работу 426 сайтов. Статья о мошенничестве. Большая часть сайтов точка ру. Ага. Понятно. Так, это что ещё, рыбный день? Здравствуйте, док. Через неделю болезни мы пошли на поправку. Это Эрика пишет из Германии. Мы пошли на поправку. Британский штамм достал нас в Германию. Он более заразный, но несмотря на это моя 17-летняя дочь не заразилась. Ну, какая девушка, молодец. Хоть и живём все в одной квартире. Ещё неделя карантина и на свободу с чистой совестью. Берегите себя. Спасибо, Эрика. Опа. А здесь и смет у нас сразу. Опс. Док. Вчера на Deutsche Welle читал статью, где фрау Меркель заявила о начале третьей волны коронавируса в Европе. Я вам сегодня говорил, в Финляндии там что-то ужесточили, да? Ой, как нехорошо, нехорошо. Так, что у меня тут ещё? Ага. В Акулово уже год нет никакой воды. Ребята, ребята, ну пишите. Ну, откуда я знаю, где такое Акулово? Уже нет никакой воды. Это значит, что сайты школы не могут работать. Но если брать во внимание нормы СЕС, СЕС, наверное, уже через блогеров обращаются, чтобы как-то повлиять на администрацию Акулово без воды и ничего не ропчут. Я представляю, что бы такое случилось в Украине, разнесли бы всё к чертям собачьим. Ой, нет, даже не представляю. Чё-то Юля сегодня разбушевалась. Так, Акулово. Спасибо, док. МЧС обещал по Ханты-Мансийскому минус 45. И ниже 25 и 26 февраля. Мама, родная, ребята, ну держитесь там, а. Ну, это ужас какой-то. Земляки, я в Тюменской области работал. О, сегодня день... О, СЕГОДНИ ДЕНЬ НА РОЖДЕННЯ ЛЕСИ УКРАИНКИ. 150 Р. Это значит РОКИФ. Так надо понимать. Ну, что ж, хорошо. Так, в Кремле пообещали продолжить борьбу с бедностью в России. Как будут бедных будут это? Прививать. Прививать. Да, борьба с бедностью в России ведётся постоянно, хотя иногда этому мешают различные факторы, заявил журналистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. и встряхнул свои часы вот так вот, золотые, так вот и приложил. Работают, нет? Работа по борьбе с бедностью идётся на постоянной основе. Различные факторы иногда серьёзно мешают в этой работе, но никто руки опускать не собирается. Ну, вот так он и сидел, вот так вот, слушал часики свои миллиардные, и эта работа будет продолжаться. Какие сволочи, а? Вот редкие сволочи. В ОПЕ, это что такое ОПЕ? А, я не знаю, ребят. А, общественная палата. А я-то думал другое. Назвали Твиттер и Фейсбук лидера по деструктивному контенту и деструктируют кого? Елену Мизу... Нет, Екатерину Мизуину. Екатерину Мизуину деструктируют. Понятно, да? Зеленский планирует посетить Китай и Южную Корею. И уже учит южнокорейский язык, наверное. Зачем? Я не знаю, ребят. Огневая установка из состава системы С-400 попала в массовое ДТП в Подмосковье. Пострадавших нет. Ну, прикиньте, вот эта вот огневая установка, да, по Подмосковью просто так ездит. Триумф она называется. Столкнулась с пятью автомобилями сразу. Ну, она большая. И чё тут? Грузовик КамАЗ, два легковых, микроавтобус. Фуф! Это кто у меня тут? Людмила. Сейчас, Людмила, сейчас я подойду. Женщина с коронавирусом и ВИЧ умерла после избиения в Московском подъезде. Не знаю, связано это как-то или нет ли. Ужас. Избили неизвестный. В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы. Самая холодная ночь, минус 24, одна десятая. Холодно, да. В Москве провели перепись рыбы. Когда сибирскому коту делать нечего, он, знаете, что делает? Он рыбу переписывает. Военные ещё раз потребовали от Пашиняна уйти в отставку, а он ещё раз сказал, что я не пойду. Ну, это игра, что ли, такая. Да, 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 да ладно. Над Ереваном заметили военную авиацию. Боже мой, авиация. У пса пролетел самолёт ВКС России. Тренировочные полёты истребители над Ереваном. Вот это нифига себе, да. Мужчина украл в Петербурге бюст Моргенштерна. Ну, он же мужик. Откуда у него бюст-то? И попал на видео. Ну, ладно, вот какая-то чушь какая-то идёт. Чушь. Ныряющийца раскрылась в секреты поведения при встрече со смертельно опасной акулой. И вот она снимает на неё. Идёт смертельно опасная акула. Идёт, идёт, идёт. Она на неё кладёт руку. И смертельно опасная акула. Слушайте, ну я к чёрту, а? Я не собираюсь встречаться со смертельно опасной... Да я, собственно, с любой акулой не собираюсь. Школьники отравились таблетками для санобработки в российском регионе. В школе Саратовской области средства для санобработки дал четвероклассникам учитель, перепутав его с витаминами. Шестеро детей оказались в больнице Красноармейской. А, это самый юг. Двое попали в реанимацию. И тут дальше. Ранее стало известно, что трое детей отравились родительским самогоном в школе в Подмосковном Раменском. Всех детей госпитализировали. Им от 13 до 14 лет. До 13 до 14 они бухают уже, знаете как? Гляди, кстати, отравились. Один из них принёс из дома самогон и показал друзьям. Как-то странно пишут. Школьники выпили прямо во время урока, после того, как все вместе попросились выйти. А позже им стало плохо. Слушайте, кто это пишет, а? Выпили прямо во время урока. А учительницы налили, нет? В Европе оружие из России назвали научной фантастикой. Ой, ой, ой. В публикации приводятся примеры учений, которые в ЕС проводили странами Прибалтики и Польши, где российские войска, принимавшие участие в гипотетических конфликтах, побеждали противников в первые несколько суток. Ну, то есть на компьютере, да? Дебилы, дебилы. Вильфан пообещал холодный март с морозами. Кому? Европейская часть России. До минус 15. Это такой мордок. Надевай стопордок. В Израиле морских черепах спасают от мазута майонезом. Ребята, там какой-то мазут разлился, да? И черепах вот бедных отловили. 11 животных взяли свою под опеку. Израильский центр спасения морских черепах. Даже такой центр есть. И вот, короче, они им дают майонез, Благодаря своей консистенции и свойствам майонез способен разрушать мазут и быстро выводить его из организма. Вот это да. Слушайте, в Израиле вообще что творится? Как интересно. Если у вас меньше денег, чем у Илона Маска, будьте осторожны. Дейтс предостерег от инвестиций в биткоин. Хорошо сказал старый, молодец. Ситруэн объявил цены Берлингу российской сборки. Фургон будут собирать в Калуге. Он будет стоить до тысячи... Нет, от тысячи двести двадцать... Ой, от миллиона двести двадцать тысяч рублей. Ну, это вот примерно такой же, как в Ефремова. Въехал и весь сплющился. За миллион двести. Снежный апокалипсис на Урале. Это Варламов пишет. На Южный Урал обрушилась снежная буря в сочетании с сильными морозами. В Челябинске ниже минус тридцати. Трамваи сходят с рельсов. Отменит занятия в школах. Штормовой ветер рушит фасады, обрывает провода. Пострадал даже храм, лишившийся отопления. Пишут, что такой погоды в регионе не было пятнадцать лет. Перекрыли семнадцать раз. Ух ты! Ну, Челяба! Ну, вот статья, значит, с этого умная сайда. В мясе каких животных могут содержаться опасные паразиты? Ну, и как вы думаете, что? Курятина, свинина, говядина и борьба. А зачем тогда статью вообще писать? Ну, в любом мясе животных могут быть паразиты. Да, ещё и это. Утятина и гусятина. И, в общем, всё-всё-всё. Фуф, ладно. Это чтобы мясо не ели, да? В столичном метрополитене заверили, что новые видеокамеры на станциях не будут распознавать лица. Ой, кто же это поверит? Вот те самые камеры с искусственным интеллектом, которые будут определять праздношатание. А кому в метро праздношататься, интересно? Так, если выбирать из двух вариантов, то вы бы предпочли видеть на Лубянке памятник, голосование на эхе Москвы и 71% Александру Невскому и 29% Феликсу Дзержинскому. За явным преимуществом выиграл Александр Невский. Ребята, вы меня тут спрашиваете, почему Невский? Откуда я знаю? Самара-24. Житель Самары устроил стрельбу в магазине и украл телефоны на 500 тысяч рублей. Поймали через час. Интересно, у них же там камеры. В Унбурнке осудили серийного вора продуктов. Ребята, только в России серийный вор продуктов украл 12 палок колбасы, торт и 4700 рублей. Боже ж ты мой! И он раньше тоже аналогичным образом совершал хищение продуктов питания. Год 6 месяцев строгого режима. Вот так вот. Победа над бедностью в Китае историческое чудо или чудеса статистики. Да это вы как вот хотите, так и думайте. Ну вот рассказывает парень, житель Пекина, да? Я часто путешествую по Китаю, езжу в деревню, общаюсь с местными жителями. Так вот там, в отличие, к сожалению, от нашей деревни, где царит такая безнадёга, и оттуда все уезжают, откуда все уезжают, в китайской деревне, такого ощущения нет. Люди живут с надеждой на будущее, плюс весь народ активно занят в электронной торговле. Помимо тех денег, которые каждый получает официально, все родители, бабушки и дедушки приторговывают на Таобао и китайском, а в китайском ТикТок можно продавать товар тоже. В Китае сейчас очень популярен тренд на эко-продукты, мёд, овощи, грибы и так далее. Это всё продаётся, и они зарабатывают хорошие деньги по меркам деревни до 1000 долларов в месяц. А особенно я был удивлён программой для некоторых беднейших сельских районов, которые даёт 40 тысяч юаней, это примерно 450 тысяч рублей на улучшение жилья или постройку нового. Даже для самых бедных и бездельников, кто ничего не хочет делать в деревне, я сам видел, как просто на эти же деньги там строят небольшие, но в принципе комфортабельные бетонные дома. Государство просто приходит им, и им делает новое жильё. Я стал уже заикаться, потому что это странно мне. Это странно. Да, вот, ну деревня, деревня, ребят. Вот такие дела. Ой, а это у меня что такое? Это, опс. Еда холодная, непонятно, что за порошок в стакане. Отец ученика пожаловался на питание в долине знаний Волгограда. Это какая-то школа под названием «Долина знаний». Странные хлопья в молоке, холодная еда, бла-бла-бла. И вот родители начали возмущаться, и им в школе предложили устраивать родительские проверки. Ну, по предварительной записи. Понятно, что в таком случае там всё будет хорошо. По предварительной записи проверки. А-а-а! Вот это да. Ну, в общем, что-то плохо, ребята. Там да. Сахаринец протащил земляка на капоте из-за места на парковке. Что-то ужас какой. Здесь вот ролик, да? Кошмар. Фуф, ладно. Сторонники и противники Пашиняна собираются в центре Еревана. У него есть и сторонники, и противники. Чё-то будет, ребята. Чё-то будет. В Москве испытывают летающее такси. Мы на нём прокатились. Ну, ребят, ну, как такси? Ну, что значит, как такси? Это просто дрон. Причём он весь вот, ну, из проволочек сделан вот так вот, да? Он весь открытый. И как там на ветру летать? Непонятно. Ну, дрон вот большой просто. И там два места человеческих. Так, в феврале, чего-чего? В России наступил пик роста тараканов. Меня тут спрашивают, как вы всё это читаете? Ребят, ничего. Да, вы, наверное, каждый раз вспоминаете, что уехали из этого ада. Ну, вот у нас тараканов нет, да. Да, вспоминают часто. Уфолог связал затемнённые снимки с Марса с кораблём инопланетян. То есть, первые снимки с Марса были не очень хорошие. И вот какой-то уфолог сказал, это потому, что к ним подлетела летающая тарелка, корабль инопланетян, обследовать, и поэтому они их замазали и замазали. Попытались скрыть от населения некую информацию. Надо же. Соратник Навального Леонид Волков наговорил в эфире на пять лет тюрьмы. Да он странный какой-то, ещё и с бородой. Так. Из-за термометра Костромичка вызвала в цирк спасателей, полицию и медиков. А пожарку нет. А, её возмутили коронавирусные правила. Ребят, ну, бывают такие, что вот у неё там температуру, короче, мерили, да? Девушка мне предложила термометрию. Я отказался, началось. Мы вас не пропустим. Спросила, кто из них врач, что так хочет узнать мою температуру. Но ни медицинской лицензии врача, ни документов на измеряющие приборы мне предоставлено не было. Да. Так оно и... А дальше ещё хуже. Сотрудница появляется передо мной и тыкает в лицо пистолетом, как впоследствии оказалась предназначенным для термометрии. Ну, это сразу не сообразишь, да? Я автоматически убираю её руку от лица и, внимание, она на меня набрасывается и наносит удар по переносице, расцарапав её. Это кострума, ребят, кострума. Страшно как-то даже. Так, и твиттер, немножко твиттер. Если у вас пропали бесплатные школьные обеды, жизненно важные лекарства и свобода, поищите в путинской конституции. Там должно быть. Должно быть, да. Так, Владимир Познер снова проехался по православию. Он, наверное, ощущает себя неким миссионером в стране диких варваров. Да, он так себя ведёт, да. Который несёт им цивилизацию и просвещение. Только почему он это делает на Первом государственном канале и за очень хорошие деньги с налогов тех же варваров? Интересно, интересно. Можно ли руководить компанией 20 лет подряд, обещать рост капитализации за 7-8 лет в 3 раза, вместо этого получить падение в 5 раз, показывать убытки несколько лет подряд и опять возглавить компанию единогласным решением Совета директоров? Это про Путина, ребята, это про Путина, да, 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 да. Так, что тут ещё? Маск за 8 лет и 850 миллионов баксов построил высокотехнологичную компанию, чтобы отправить людей на Марс. Абрамович за 6 лет и 450 миллионов евро построил яхту. Так, в Госдуме предсказали распад США по сценарию СССР. А не рановато ли для весеннего обострения? Комментарий. А есть хоть один умный человек в составе сборища идиотов, изображающих из себя парламентариев. Они по своим умственным способностям уступают даже дрессированным собакам. Собачки, они хотя бы милые, и хочется погладить и покормить. Ну да, так и есть. Гога Карлович на Твиттере. Что же искали в России 500 агентов западных спецслужб? Это Путин сказал, что задержали 500 агентов западных спецслужб. Известно, чего планы военно-технического сотрудничества в космосе РФ с республикой Того. Кого республикой? Кого надо? Того и республикой. Опа. Ладно. Ходорковский. Он в этом разбирается. Да, ребята. Миллер избран председателем Газпрома еще на пятилетний срок. Он занимает пост с 2001 года. 20 лет. 2008 год. Миллер. Капитализация Газпрома через 7-8 лет достигнет 1 триллиона. Капитализация в момент заявления 360 миллиардов. Капитализация на сейчас 73 миллиарда. Комментарии. Через 7 лет Газпром купит Google или Apple. Чисто поражает. Да. Они сейчас могут купить, только это не ликвидный актив. Зачем вкладывать деньги в такую ерунду? Ну-ну. Так. Ладно. И последнее у меня. Смотрите. Вот интересно. Мне понравилось. Люди, которые кормят бездомных животных, должны управлять государством. Это лучшие люди нашего общества. Да, ребята. Вот так оно и есть вообще-то. Ладно. Всего хорошего. До свидания. До завтра. С вами доктор Влад. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.